Музыка Ежегодно жертвами телефонных и интернет-мошенников становятся тысячи наших сограждан. Особенно страдают от них пожилые люди. 10 февраля на территории города Буй сотрудниками полиции проводилась акция «Не дай себя обмануть». Акция направлена на предупреждение идти преступлений. Сотрудники МВД России Буйский напомнили гражданам о распространенных видах киберпреступлений, об ловках, которые используют злоумышленники, чтобы завладеть денежными средствами, а также о том, как им противостоять. Сотрудники полиции вручили горожанам памятки, призвали к бдительности, а также попросили провести беседы со знакомыми, родственниками и соседями, чтобы предупредить их об уловках мошенников и напомнить, как не стать жертвой обмана. Добрый день, уважаемые жители города Буя и Буйского района. Сегодня на территории города Буя сотрудниками МВД России Буйский проводится акция «Не дай себя обмануть». Цель данной акции – это проинформировать население города Буя о участившихся фактах мошенничества. Сегодня сотрудники межмуниципального отдела выдают яркие буклеты, где расписаны схемы мошенничества, действия граждан, которым осуществлены звонки с неизвестных номеров. Цель данной акции – обратить внимание жителей города, что каждый из вас может стать жертвой мошенников. В случае, если вы неправильно выстроите диалог по телефону с мошенниками, либо в социальных сетях. Несмотря на распространение информации в средствах массовой информации, в местных средствах массовой информации, все равно имеют место быть факты мошенничества среди населения города Буя. Так, в конце января 2022 года в дежурную часть межмуниципального отдела обратился 25-летний житель города Буя, который стал жертвой мошенников при покупке автомобиля на сайте «Эвито». Он выложил объявление, что желает купить автомобиль. При этом к нему позвонил продавец и сообщил о том, что готов продать автомобиль. При этом требуется залог. Ничего не подозреваем, житель города Буя перевел 5000 рублей. При этом ни автомобиля, ни денежных средств он больше не увидел. Но при этом в Буйском районе у нас проживает жительница, которая смогла дать отпор мошенникам. В конце января 2022 года женщине осуществлен звонок неизвестной гражданкой, которая представилась работницей Сбербанка и сообщила о том, что на нее оформляется неизвестными лицами кредит. При этом жительница Буйского района очень грамотно поступила. Она резко прекратила разговор и данную информацию передала в дежурную часть МОМВД России Буйский. И осталась и с деньгами, и обманула мошенников сама. Поэтому, уважаемые жители города Буя, мы обращаемся к вам. Если к вам поступил звонок с неизвестного номера, и с вами разговаривает неизвестный гражданин, предлагают услуги, говорит о том, что на вас оформляется кредит, необходимо прекратить разговор. Это первое, что нужно сделать – прекратить разговор. Следующее – это позвонить либо на горячую линию банка, либо в отдел полиции по телефону 02, либо родственникам, если от них поступал телефонный звонок, якобы от них. Поэтому, уважаемые жители города Буя, будьте бдительны, берегите свои денежные средства, не переводите неизвестным лицам денежные средства.